Весна идет, весне чистую дорогу. В преддверии оттепели муниципальное предприятие благоустройства обратило пристальное внимание на Зубчининовку и Куйбышский район. Именно там скопилось наибольшее количество снега. Чтобы снизить риски подтопления на этих территориях, благоустройство бросило туда ударные силы. Улица чистит три лаповых погрузчика, которые рабочие с теплом называют золотыми ручками. Эта шустрая техника за четыре минуты наполняет целый грузовик, но мешают автомобили, которые водитель часто паркует у обочины, затрудняя движение погрузчиков. Да, это самая, наверное, большая проблема, которая мешает скорости именно вывоза снега. Каждая запаркованная машина из работы данного погрузчика отнимает 40 минут. В приоритете уборка снега с дорог, не оснащенных ливневками, а также магистрали и площадки остановок общественного транспорта. Всего город убирают 226 спецмашин. Но этой техники, по оценкам специалистов предприятий и властей, недостаточно, чтобы единовременно расчищать все девять районов Самары. Поэтому сегодня работа выстроена таким образом, чтобы имеющиеся ресурсы использовались максимально эффективно. Проблема нехватки уборочных машин складывалась годами. По поручению главы Самары Олега Фурсова, не так давно были закуплены 64 единицы всесезонной техники. И в этом году рассматривается возможность пополнения парка МП «Богоустройство». Должно быть 1500 единиц техники, для того, чтобы уборка шла нормально и эффективно. Вся техника, которая находится у города Самары, у администрации, она сейчас на дорогах. Ведется интенсивная уборка территории. Город убирают круглосуточно, две смены, но основной объем работ проводят в ночное время, чтобы днем не нагружать трафик и не мешать людям. Весь собранный снег отвозят на полигоны. С начала зимнего сезона и по данным на сегодняшний день с улиц города вывезено уже более 468 тысяч тонн снега. На полигонах ведется видеофиксация. Снег складируется на пяти муниципальных площадках и на одном из привлеченных полигонов. Это помогает экономить время и деньги. Сергей Ромашов, Григорий Полешаков. События. Продолжение следует...